Так, Италий, приветствую тебя! Приветствую, приветствую, добрый вечер! Я уже несколько регалий тебе сказал, как врач-психотерапевт, как специалист по снижению веса, как человек, обладающий позитивным мышлением, но, возможно, есть какие-то и другие у тебя регалии, поэтому добавь, пожалуйста. Да, этого достаточно, можно сказать, что я еще и сам снижал вес на 20 килограммов, в четвертом году я сбросил 20 килограммов и до сих пор я их сохраняю. Поэтому мне моя работа нравится, я работаю с удовольствием с людьми, у кого есть проблемы с весом. Да, я тоже где-то такое слышал, что где-то необходимо иметь такой вес, который у тебя есть в 25 лет, если ты его зафиксировал, и желательно его продолжать на всей продолжительности своей жизни, насколько я понимаю. Возможно, это такая просто как архи-стратегия, возможно, это как фейк, но мне это очень помогает. Я помню, что мне было в 25 лет, у меня было 80 килограмм и, в принципе, до сих пор я держусь так 81-82 и, в принципе, хорошо себя чувствую. Но, тем не менее, есть основной вопрос, Виталий, который больше всего как бы волнует, я думаю, не только подписчиков, наверное, но и всех людей, которые сремятся в развитии, следяя за своей фигурой, весом, это все-таки понять, есть ли такой теоретико-понятийный аппарат, что такое действительно правильное питание, или же можно просто питаться когда угодно, что угодно, но все зависит от нашего мышления. То есть вот такой вот есть основной момент. Вообще, на самом деле, идеально, Джеймин, идеально считается, когда люди питаются интуитивно. Что такое интуитивно? Когда я чувствую свой голод, а у нас есть понятие, что по физиологии голод наступает через каждое 3,5-4,5 часа, ну, условно говоря, 4 часа, да, то есть это нормально. Если мы вспомним дети в грудном возрасте, да, там, вот почему он через каждые 3 часа кричит, просит грудь? Потому что ребенок на физическом уровне, он чувствует больше желтки, он ощущает свой голод, он кричит, инстинктивно не понимая, ему дискомфортно, он кричит, мама ему дает грудь, все, ребенок поел, успокаивается. Дело в том, что взрослые люди сейчас потеряли вообще-то эти все ощущения. Ну, мы живем в 21 веке, да, век динамичный, некогда там прислушаться к своим собственным ощущениям, люди живут внешними проблемами, динамично, и, соответственно, в совокупности, понимаешь, набор веса – это не одна причина, да, это целый комплекс причин, вследствие которого люди начинают болеть. Ты прав, потому что до 25 лет, как бы считается, наш организм созревает, и, условно, после 25 лет, да, начинается, так называемое, условное старение организма. Конечно, было бы идеально, сколько мы там в 25 лет весим, но, например, также есть понятие и набор веса, связанное с физиологией. После 25 лет, каждые последующие 10 лет нормативно набор веса максимум 2-2,5 кг. Когда я работаю с женщиной, говорят, вы знаете, доктор, мне 45 лет, да, и вот у меня уже лишних 30 кг – это возраст, я говорю, извините, это мифы. Потому что если, условно говоря, в 25 лет вы бы весили, ну, там, очень грубо скажем, 50 кг, да, ваш был бы нормативный, то к 45 годам, это 2 по 10, вы бы весили бы на 5 кг больше максимума. То есть вы бы весили бы 55, да, а не 85. Конечно, это классно. Я всегда говорю, друзья мои, если вы сохраняете свой вес, вот вас устраивает ваш вес, да, и вы там съедаете тортик, вы можете не париться. Понимаешь, Абиджимин, многие девушки, они в неврозе того, что они все время задумываются. Приходит ко мне фотомодель, да, девочка вот такая вот, тонча моего мизинца. Она говорит, доктор, мне там через неделю ехать в Германию или в Японию на съемки на полгода, да, я оттягиваю эту шкурку, кожу тонкую, оттягиваю, то у меня лишние полкилограмма, килограмм у меня паника, я ничего не ем. Это тоже проблема, это расстройство пищевого поведения в том числе. Поэтому если глубже, мы сейчас думаем, будут вопросы более простым языком, я обещаю, я не буду использовать никаких терминов умных, я не люблю. Я люблю по-простому, по-рабоче-предитянски объяснять. Когда все на пальцах объясняешь, все доходчиво приходит. Да, в любом случае, как же четко познать, что ты заходишь в магазин, и ты руководствуешься своей интуицией, своим сознанием, и выбираешь то, что ты хочешь скушать, а как бы не вливаешься в эту общепризнанную социум тенденцию купить все, что попало, ну все, что было дома, а есть уже там выбирать дома. То есть, как определить, что ты действительно хочешь на самом деле, рыбу или мясо? Хочешь ты кушать, или ты просто хочешь покушать, потому что это привычка? Вот это... Отличный вопрос. Жабир, вот шикарный вопрос. Я тоже очень часто на него отвечаю. Я всегда говорю, поймите, есть старое крылатое выражение, нельзя заходить в магазин голодным, а в интернет пьяным. Потому что можно в интернете там всякие шалости наделать, в интернет-встании. То же самое. Почему? Когда люди приходят голодными, это знакомо, да? Интуитивно ты хватаешь все, как снегоборочная машина, ты все хватаешь. Недавно говорят, что приходить в магазин надо со списком. Вот я иду в магазин четко, да, зная примерно, что мне-то нужно. Мясо там, крупы там, фрукты, овощи там, шоколадку у супруги взять там, кофе купить себе. Вот четкий список есть. Понятно, что причина срыва 72% это экстернальный или внешний аппетит. Причем и маркетинг магазина крупный, ты знаешь прекрасно, да? Вот идешь-идешь в эти яркие 25-метровые полки одного и того же, там ярко красиво, ты проходишь 24,5 метра и уже осталось буквально 50 сантиметров до конца этой полки, ты хватаешь интуитивно. И, конечно, стоит брать маленькие корзины, да? Когда ты приходишь сытый, ты комфортно себя чувствуешь спокойно. Какое еще? Понятно, что когда вспомним предновогодняя суета, когда люди хватали там реально, или вот я помню в Москве даже, это был, когда был ковид начался, когда нас посадили в март-апрель, да, там, и когда паника, что раз, в магазинах все исчезает. Я прихожу к улице недорогой, нет, есть какая-то там безумно дорогая, там, да, там, люди даже тушенку хватали. Вот это тоже, ну, конечно, это можно не отнести к пищевому поведению, а вот к таким ситуациям, из-за которых люди, конечно, могут вести себя неадекватно. Поэтому совет один. В магазин приходим, чуть не сладко резвыми, сытыми, сытыми, хотя где-то в голове, или как, например, смотришь, и ходит мужчина, да, там, в телефоне, там, у него там жена список написала, там, ходит как робот. Все собирает со списком, спокойно, и тогда, и думаем, проблем не будет. То есть, сытники. Да, однозначно. Я считаю, что это не только, наверное, экономия своего времени, экономия денежных средств. И ты четко пришел по позициям, выбрал раз, два, три, и дома у тебя как бы уже не застаиваются определенные виды продукта, или еще, зачем я это купил в таком формате. То есть, в любом случае, четко определил, что ты хочешь заблаговременно, заранее, и, в принципе, прошелся по списку, и, в принципе, дома наслаждаешься уже непосредственно. Две секунды. Правильно. Вот чем отличается мужская логика, да, от женской? Очень много же анекдотов на эту тему. Когда там ты приходишь в большой даже торговый центр, если я знаю, что мне нужна пола, да, я же не зайду же себе купить удочку, спиннинг, трусы, да, там, шубу и так далее. У меня есть понимание, девочкам в этом отношении, они достаточно существа эмоционально, в том, как душевно организации. Даже если она знает, что ей там нужно купить, а, не знаю, там, мужикам своим домой, килограмм мяса, полкилограмма мяса, картошки там и овощей, взгляд же, ага, яркая обложка новой шоколадки появилась. Надо ее попробовать, да, там, новая пироженка, да, там, какой-то йогурт, какой-то супер, там, пупер, там, причем еще, когда здесь там написано фитнес-йогурт, и нарисованной струйной фигурной, ты же понимаешь, что если я их куплю пять штук, то я буду в пять раз стройнее, это ведь логично же. Девочкам здесь немного сложнее. В этом отношении, да. Да, однозначно, я тоже полностью соглашусь с тобой, как с великим специалистом, но, тем не менее, даже вот, как мы скажем, поменяли обвертку какой-либо шоколадки, как бы структура начинки может быть и разная, но основной ингредиент, я так понимаю, это сахар. То, что как бы нам дает дофамин, если не ошибаюсь. То есть мы покупаем за счет того, что якобы наше подсознание понимает, что где-то мы сейчас получим больше эйфории, больше вкусовых качеств, но на самом деле основная составляющая это сахар, который, скорее всего, тоже вызывает зависимость, и насколько ее необходимо преодолевать и убирать полностью какие-либо зависимости, включая ее от еды тоже. Беджимин, я как специалист по снижению естов скажу, что если раньше считалось, что причина набора ест – это жирная еда, меньше ешьте жирную, во-первых, друзья мои, мы должны понимать, что нормальные жиры нам нужны для нашего липидного обмена, для ногтей, для волос, для кожи, жир нам нужен. Вопрос, конечно, в том, что сейчас жиров очень много, да, жиры, которые скрыты в продуктах, а в кафе, ну, в основном, везде готовят, все очень быстро, все это на жирах, и еда дико пропитана жирами. Абсолютно верно. Сейчас вторая тенденция, что все-таки даже не от сахара, чтобы было понимание, да, именно от сладкого, это разное понятие сладкое и сахар. Дело в том, что, например, мы съедаем что-то сладкое, там, не знаю, возьмем тортик, да, пирожное, там, кстати говоря, в тортиках, чтобы было понимание, у людей, в многих просто нет ассоциации, очень много скрытых жиров. В тортиках от 20 до 40% скрытых жиров. Я так положу, это много. Это очень много, конечно. Но у нас другая проблема. Смотри, девочка съела пирожное, да, там, в кафе села с подружкой, взяла пирожное, съела. Когда мы съедаем что-то сладкое, у нас поступает сахароза, я сейчас постараюсь простым языком, сахароза и фруктоза. Вот проблема даже не в сахарозе, а в фруктозе. У нас все знают, есть гормонный регулятор, называется инсулин. Он уделяется поджелудочной железой, мы когда-то съедаем сладкое. И на сахарозу есть свой инсулин, свой гормон, регулятор. Он хватает сахарозу, кормит клетки. Избыток сахарозы трансформирует в гликоген. Многие слышали, это такой запасник энергии, как говорится, энзезонач, когда он находится у нас в мышцах и в печени, гликоген. А избыток трансформирует уже в жир. У нас другая проблема. Это фруктоза. Я поразился, что для диабетиков, да, прямо в отделах продаются, я видел прямо вот врать, вот пакет 5 килограммов вместо фруктозы для диабетиков. Правильно, она же, дело в том, что когда сладкая же фруктоза, дело в том, что, смотри, у нас есть фруктоза натуральная, которая находится где? Это фрукты, логично? Фруктоза находится в фруктах. Но, Бенджимин, согласись, и я думаю, все согласятся, кто нас смотрит, ведь это же еда сезонная, фрукты. Раньше же не было хранилищ, да, там, что круглый год. Когда ели? Конец лета, начало осени, там, ну, 3 месяца фрукты поели, да, и все. Сейчас фруктоза очень много искусственно, химически выведены, и она пихается, во-первых, фруктоза пихается везде. Вот, например, творог 0%. Джимин, если бы я тебе предложил бы съесть натуральный творог 0%, ты бы выплюнул бы, его есть невозможно. Но что хоть как-то его можно было съесть, туда пихают фруктозу. Фруктозу, деликатесно сорта мяса, деликатесно пихает фруктозу, ее везде. Везде фруктозы, ее очень много. Возьмем даже кетчуп, да, вот обычный кетчуп, как мы смеемся, это кровь у пьяных помидоров. В помидорах 17 килокалорий. Если мы посмотрим на упаковку кетчупа, 90 килокалорий, вопрос, откуда калорийность. Фруктоза пихает, ну, сахар там, фруктоза пихает. Дело в том, что, когда мы съедаем, и поступает фруктоза вместе со сладким, да, а нет гормонорегулятора. И вот в этом проблема, многие об этом не понимают. Фруктоза, она начинает жить в нашем организме непрекаянно. Она болтается в стоке крови, и оседая на стенках сосуда, она превращается в атеросклероз сосудов. Атеросклероз – это не жирная еда, это сладкая еда. Употребление сладкого, вот атеросклероз, да, говорит, он очень много жирного ел, спасибо, нет, именно сладкого. Далее, фруктоза, которая, кстати, фруктоза по химическому составу, и телу даже не нужно ничего, а трансформировать с фруктозой, да, он ей прекрасно в жир встраивается, она вообще прекрасно в жир встраивается. Фруктоза, потом оседая в печени, превращается в жировой гепатоз. А я раньше не понимал, почему вот люди с весом, да, отправляющих их на УЗИ, им говорят, у вас там жировой гепатоз, как у хронического алкоголика. Она говорит, я же женщина приличная, я вообще не пью. Жировой гепатоз. Перерождение печени в жир, вот это из-за фруктозы. И другая, третий нюанс, особенно такой яркий, да, когда фруктоза седает на мышцах, мышца начинает таять под ее воздействием, повышается мочевая кислота. Я тоже раньше не мог понять, почему, как и врач вроде бы, да, спрашивал, ну почему люди худеют, да, там, с весом, а у них высоченная мочевая кислота. Поэтому здесь тоже надо понимать, что во всем должна быть доза. Яд в малых дозах – это лекарство, правильно? Лекарство в больших дозах – это яд. Так как будет вопрос, да, там, сколько нужно сладкого съесть, чтобы не набрать вес? И говорю, опять же, у каждого своя доза. Есть выражение, что адвокалов иначе уже никто не спился, логично. То же самое, конфеты съеденные правильнее, кто не набрал вес. Реально благодарю за разъяснение. Почему? Потому что для меня слово «фруктоза» прозвучало как что-то уже нечто в высокой степени опасности. Потому что, как бы, когда я тоже очень долго сидел на сладком, в прямом смысле этого слова, потому что я определенно, как бы, имел зависимость, я постепенно снижал уровень сахара в крови таким образом, что сахар, потом фруктоза, потом мёд, потом ещё, возможно, немного стевий, и потом получилось, слава богу, что отказался на какое-то определённое время. Но, опять-таки, до определённых эмоций, до определённых негативных состояний и понеслось. Не то, что я бы хотел это есть, я просто заедал эмоции. Неважно, страх, злость, гнев, обида, там, депрессия или ещё какие-то проблемы. То есть, как всё-таки, как минимум, запивать эмоции, прорабатывать их, а вот именно не заедать. Вот это, Виталий, наверное, самый важный вопрос, ну, не самый важный вопрос, а один из важных вопросов. Сейчас я расскажу, кстати говоря, я предлагаю нашим зрителям, да, если у них есть вопросы, пусть они их пишут, задают. Думаю, что мы ответим на любой вопрос, если будет, опять же, в нашей компетенции. По поводу сладкого. Абсолютно верно. Ну, во-первых, Бенджамин, есть в сладкой ешке, вот прямо как наркоманы, да, и, по сути, те же самые эпиоидные рецепторы, ну, как при употреблении наркотика, почему-то очень некоторым людям сложно спрыгнуть, да. Даже по общемировой именно классификации, если мы говорим про всех полных людей, да, они делят так, очень грубо, до 10% людей, это, мы их называем обычно едоки. Едоки – это люди, кто, ну, не понимает, да, там, как вот питаться правильно. Ну, семья-то не научила, что он уже есть 5 раз в день, потому что он уже кусок мяса, картошки и овощи ест, да. Он спил голод, не знаю, сникер сел, побежал. Или ем там 1-2 раза в день. Это актуально для многих людей. С такими людьми работать легче, у них вес, как правило, небольшое. По 80% мы их называем, это люди, связанные с эмоциями, или обычные эмоционогеники, то есть эмоции заедают. По сути, мне плохо, я ем, да, кто-то пьет, курит, а люди прилично заедают. И до 10% это люди именно зависимые. Вот именно зависимость, очень жесткая зависимость. Ну, почему? Абсолютно верно. Когда люди съедают сладенького, хочется сладенького, это что такое? Опять же, наши нейромедиаторы мозга. Правильно. Ну, знакомые все знают, это серотонин, да? Сладенькое. Также, абсолютно верно, сладкое еще, когда я съедаю сладкого, много сладкого, это допамин, гормон радости. Мне даже клиентка подарила выражение, «Доктор, я когда съедаю торт, я получаю настоящий гастрономический оргазм». Это было ее выражение. Вот прямо говорит, я съедаю все. Абсолютно верно. Давай вспомним, от чего люди, в кавычках, получают оргазм, кайф, удовольствия, не пищевые. Ну, самое примитивное, да, это секс с оргазмом именно. Спорт. Почему мы рекомендуем физическую активность? Почему, кстати, многие спортсмены именно профессиональные, да, когда по разным причинам прекращают заниматься спортом, они же в депрессию влетают, потом сидят на антидепрессантах. На физической активности очень много вот этого серотонина и допамина. Кайф, по сути, да. А потом, когда спорта нету, нет допинга, люди вваливаются в депрессию мощную. Физическая активность – это тот же самый натуральный антидепрессант. Следующее, очень важно. Есть белок в каждой приеме пищи. Мясо – это очень многие. Люди, кто отказываются от белка, тоже постоянно депрессии. В мясе, в мясе, в рыбе находится трептофан. Все говорю простым языком. Трептофан в нашем организме трансформируется в серотонин. Это как составляющая гормона радости – трептофан. Поэтому белок очень важно есть. Как в Англии, то ли 19 века, вот я сейчас спутаю, хандру лечат хорошим стейком и то ли физической активностью. То есть ты ходишь, да, ешь белок, мясо, да, там, и физически двигаешься. Вот хандру они так лечили, если мне память не известно. Примерно то же самое. Следующее. Хобби, увлечение. Когда ты признаешь, да, там, что завтра, там, ты пойдешь, там, не знаю, там, на какое-то свое любимое хобби, там, пулевая стрельба, там, не знаю, там, скалолазание, да, или там будешь вышивать крестиком, ты от этого кайф ловишь, все тебе уже хорошо, у тебя уже улучшается настроение, тебе же не хочется, пусть никого. Мы с тобой еще говорим, что очень важно заниматься именно профилактикой угнетения своего состояния. Например, как говорил профессор Преброженский в «Собачьем сердце», не читайте за обедом в советских газеточниках, не читайте. Сейчас, вот, как новость уткнешь, да, там, везде конфликт России-Украины, это вот это все накачивается, экономически накачивается, все плохо, жить не хочется. Очень много негатива происходит вокруг, и, конечно, у нас будет портиться настроение. Как-то себя порадовать бедного, любимого, ну, что хочется. Либо накатить, мужикам же проще накатить. А женщины прилично, они не могут накатывать, да, там, себе позволить алкоголь. Она купила себе пироженку, тортик, съела, и вроде как на секунду ей стало легче. Поэтому нам очень важно, посмотри, как я говорю, из еды надо убрать что? Все, эмоции. Тогда будет просто. Еда, это, я объясняю своим клиентам, еда, поймите, это как бензин для автомобиля, это как топливо, чтобы вы ехали с точки А в точку Б, все. Вот когда мы убираем эмоции, говорит, вот сколько надо, доктор, съедать? Вот вопрос, вот, да? Сожмите свой правый кулак. Вот, конечно, у меня здесь, вот, на уровне моего лица, вот это натуральный объем желудка, который должен быть в норме. Думаю, достаточно. Абсолютно верно. А чтобы у меня есть голода, как минимум, однозначно. Для нормы. А когда люди съедают, я всегда говорю клиентам, ну, перед тем, как начать работать, возьмите просто все, взвесьте, запишите, сколько вы съедаете. А приходит, говорит, доктор, и ем как воробушек, 122 килограмма съедать воробушек, да? Я говорю, вы посчитайте. Она приходит просто с такими глазами. Столько много, я говорю, а вы думали, что? Ощущение, что она еще везде не ест. Если бы люди питались бы только одним подножным кормом, я тебе уверяю, тогда было бы все нормально. Сейчас еда стала, первых, дико калорийной. Сейчас, я думаю, что везде, и у вас, и у нас, еда стала легко доступной. Куда ни глянь, везде. Кафешки, да, везде можно купить, в любом гипермаркете, ты можешь купить уже еду готовую. По интернету, пожалуйста, ты только пальцем щелкни, тебе уже привезут, уже в контейнерах там все, что ты хочешь. Пицца, роллы там, алятка, а правильная еда, но еда стала легко доступна. Ведь раньше нужно было ножниками побегать за дичью, поймать, убить ее, приготовить, потом тогда уже поешь. Почему люди-то, раньше, спасти человека, ну, я раньше говорю, это вот лет 200 назад, спасти человека, в прямом смысле слова, сначала накормить его. Если мы вспомним, да, там, вот девица вот такая вот на выданник, такая пухлая, конечно. Значит, она ей питается хорошо, значит, семья-то благополучная. Как говорят, худая девка, чаквора и чаповлюка, да, там, худая и больная. Сейчас, конечно, очень сильно все меняется. У нас, понимаешь, у нас, у нас в общем, да, нет культуры, нет культуры питания. И многие, да, вот сейчас говорю о девочках больше, сразу же прыгают на диету. Вот новая диета появилась, там, онлайн-марафоны, там, сушки различные, я такие провожу марафоны. Я объясняю девочке, что это возможность уделить себе больше внимания. Потому что у многих диета что, с чем ассоциируется диета? Ну, скорее всего, это какой-то определенный промежуток времени. Точно. Или даже, да, когда он зашел и вышел. Прямо в точку упал, абсолютно верно. Есть дата начала, дата ее окончания. Не важно, там, 5 дней, 5 месяцев, да, там, потому что диета закончилась, и все, мы можем опять накидывать. С латыни диета переводится как образ жизни, потом уже образ питания. И вот когда мы меняем эту философию, свою жизнь, да, заботиться о себе в первую очередь. Не жить в напряжении. Почему вот люди чаще всего срываются на еду вечером, да, используя пищу, с ней пищевыми целями. Когда я живу в напряжении, в неврозе, я устаю весь в напряжении. Ну, кто-то там сидит вечером, коньяк пьет, снимает напряжение, да, кто-то сидит и объедается. Еще буквально, вот секунду. Почему, вот с чем связано? Почему люди объедаются? Вот уже сил нет, желудок уже трещит, а я не могу остановиться, я все жру, 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 там, фирса, столешницу. Здесь тоже срабатывает нейрофизиология. Когда человек именно обжирается, переедает, наше тело выделяет собственный эндогенный алкоголь в микродозах. Выделяется внутренний алкоголь свой. Тело синтезирует, представляешь алкоголь свой в микродозах. И это называют, так называемая, банальная эмоциональная тупость. Что это значит? Например, у меня болит колено, да, болит колено, я пошел себе пункцию, поставил, укол с навокрином, или у меня зуб болит. Мне, когда к врачу идти, я взял таблетку, выпил и все, и заглушил. Правильно, то же самое. Когда у меня много эмоций внутри, душа болит, эмоции переходят на тело в телесных блоках, я когда объедаюсь, все, у меня как бы заглушается моя эмоциональная боль. И я уже не чувствую ее. Понятно, утром я проснусь с чувством вины, блин, вчера обожрался опять, все, сажусь на диету. Это уже другой круг таких зависимых отношений или круга зависимости. Поэтому здесь очень важно понимать, что если заниматься собой, надо запланировать, а, что это не будет там какая-то краткосрочная программка, да, там сяду на 10 дней на какую-нибудь диетку или там на месяц, или откажусь там вообще от сладкого. Понимаешь, на силе воли нельзя худеть. Вот если мы сейчас говорим даже людям, кому надо, я больно объясняю, что для каждого клиента, например, я подбираю свою программу, там, пожалуйста, можно худеть, там, и даже, если человек не представляет, жизнь вообще без сладкого. Найти безопасную дозу, при которой человек будет и снижать вес при этом. Понимаешь, закон психологии. Есть такое старое выражение, на зло врачам я буду писать поначалу. Слышал? Ну, похоже, я что-то слышал, но такой четко не слышал пословицы. Звучит круто, однозначно. Да, ну, то есть, когда говорят, нельзя, а я хочу. Нет, тебе нельзя. У нас же срабатывает психология пятилетнего ребенка. Когда нельзя, значит, очень хочется этого. Я говорю, ну, закон психологии и прочее. Проще разрешить. Когда ты знаешь, что тебе можно. Если знаешь, что ты можешь обожраться этим тортиком, даже не хочется. Хочу это съесть, да ради бога, съешь. Вот, хочешь, я говорю, даже обожраться, у тебя же соснило. Вот, съешь целый торт, даже не экономь. Объелась. То есть, с одного раза люди не могут набрать, там, килограмм жира. На уровне физиологии 300 граммов жира. А почему, например, после новогодних праздников, да, вот люди там, у меня плюс 5. Я говорю, это задержка воды. Объедаешься сладким. Вспоминай, мы говорили, синтезируется, что у нас. А гликоген в мышцах и в печени. В печени гликогена может быть до килограмма. Один грамм гликогена, это запасник энергии, удерживает 4 грамма воды. То есть, люди, по сути, что, наполняются водой. Поэтому, когда там люди говорят, доктор, я вчера съела пироженку, там, 50 граммов, и у меня утром плюс килограмм. Ну, это всего лишь на все, только задержка воды. Это тоже работа. Знаешь, это же работа. Приходится объяснять людям, да, что на страде, что это будет работа, там, ни одного даже дня или месяца. Если большой вес, то, что мы формируем новую условную рефлексу. Попал его, рефлекс формируется в течение нормальной, там, 4 месяцев. То есть, если я говорю, ну, уже минимум полгода, чтобы мы простроили, чтобы это вошло как образ жизни. Привычка. Я также объясняю клиенту, например, вот, зубы чистить. Вы, когда были маленькие, вас же, если сказать, родители, сынок, зубы чисти, да, там, утром-вечером. Ты говоришь, все, понял, папа, и чистишь. Нет, конечно, заставляли, обучали. Сейчас же никто не задумывается. Почистить утром зубы, или не почистить. Я говорю, то же самое и с этими, с привычками, которые остаются с вами. Правильные пищевые привычки. Там, поесть 5 раз в день. Уходишь из дома, там, с собой зал, контейнер еды, либо подумал, где-то поешь выгодно, правильно. Вот и все. Это инфекционно приходит. Тогда уже и проще, легче вес удерживать. В любом случае, я слышал, ты подметил верный факт о том, что когда кто-либо съедает, там, женщина, мужчина, что-то наподобие, там, мяса, тортики или еще что-то, он определенно испытывает какое-то чувство вины о том, что он, как бы, это сделал, тяжесть в животе и тому подобное. Я думаю, что, как бы, эти вопросы ты закрываешь на своих онлайн-курсах. Я бы хотел к ним чуть попозже обратиться, насколько я понимаю. Вот. А прежде, чем я задам еще один вопрос, у меня на странице в Facebook, тут есть один вопрос, я видел. Я бы хотел его задать. С удовольствием. Задала его. Каталина, приветствую вас. Вопрос о влиянии кофе молотого, но с сахаром и молоком и пряностями. Ну, я, может, думаю, корица, может, там, или еще что-то в таком формате. То есть, как влияет кофе молотый с сахаром и пряности. То есть, употребление кофе, как бы, вот, в жизни человека. Угу. Благодарим за вопрос, Каталин. Да, я прямо сам люблю кофе. Я отлюблю кофе с кофе-машиной, с фургом не отпьет обычно растворимый, я его терпеть не могу. Я всегда говорю, друзья мои, кофе, чай без сахара, без молока, хоть ведро пейте. Единственное, что, чтобы было тоже понимание, во всем должна быть мера, да? Кофе обладает выраженным мочегонным эффектом. Если мы вспомним, то при лишних кафе или в ресторанах, да, там заказываешь себе, например, чашечку эспрессо, что вам приносят, рядышком ставят? Правильно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что вроде бы выпиваешь кофе, вода лишняя ушла, по принципу обратной связи наше тело еще больше воду начинает удерживать. Как говорится, всегда мера. Вообще считается мера, ну, кофе, да, там, одна чашка в день. Я, поэтому, я люблю американ, это слабый кофе. Есть люди там, которые заваривают, там, аж ложка, растает. Опять же, в зависимости от нервной системы, да, если знаешь, например, если я кофе выпью в районе 6-7 вечера, я потом еще не усну. Поэтому, в основном, например, две чашки кофе я выпиваю в час часов с утра, да. Как бы чай я не очень люблю. Я вот могу воду пить ведрами, да, я воду пью. Потому что у нас, смотри, знаешь, в чем Бенджамин проблема? Люди очень часто путают понятие жажды и голода. Я чувствую жажду, люди пьют кофе ведрами. Я говорю, что-то сделать, да. Я чувствую голод, я начинаю пить. Я чувствую жажду и начинаю есть порой. Такие тоже. Поэтому сахар, понятно, что я рекомендую. Сахар, например, заменитель, а сахарозаменитель. Прекрасно. Вот эта вся тема сахара. Извини, перебью. Это стевия? И стевия в том числе. Их очень много. Сахарозаменитель, их можно поискать прямо вообще. Они безвредны. Как бы там люди ни говорили, вы же сахарозаменитель же не сыпьте себе там сухой 100 граммов, да? Просто так. Там таблеточку кинул, да, там заменяя там ложку или белушке сахара. Молоко, некоторые тоже начинают, это не молоко. Я говорю, что калории же имеют? Ну, вопрос в дозе, например, там как соус, там 15 граммов добавить. Опять же, это все индивидуально. Люди говорят, вот не нужно капучино. Вот не могу же без капучино. Я говорю, ну, давай, подберем эту дозу. Потому что молоко у нас может зайти как белок, по сути, там добавляющий там 100 граммов. Это надо обсуждать, но я к тому, что, кстати, вот я сейчас перепрыгнул. мы с коллегами как-то считали одно яблоко. Если взять обычное яблоко 200 граммов, вот в натуральную величину показываю, и съедать его выше своей нормы по калорийности, за один год человек наберет 3,5 килограмма жира на одном яблоке. По одной простой причине, что лишняя калорийность поступает. Дело в том, что, например, когда я пью кофе с еще и сахаром, с молоком, я знаю, что люди там по 8 чашек пьют. Понимаешь, сколько это лишнее? Уже такое наше тело. Очень коротко я дам тебе твой микрофон. Тело – это бассейн. Вспоминаем школу. По одной трубе вода втекает, по другой трубе вода из бассейна вытекает. Если вода втекает больше, чем вытекает, бассейн переполняет. То же самое с нашим телом. На одном яблоке банально можно вес набрать. На кофе сахаром с молоком можно прекрасно вес набрать. Прекрасно. Кстати, алкоголь. Особенно слабо это пиво. Я говорю, друзья мои, лучше бокал сухого вина, чем кружка пива. Знаешь, почему? У пива высокий гликемический индекс. Ну, люди, кто диабетики, понимают, что такое. Гликемический индекс – это скорость сасывания сахара в крови, займется временем. Упрощу. Эталон сахара 100 единиц. Например, у пива 108 единиц. Вот почему-то эти все пивные животы. Парни стоят такие молодые, словно уже девятый месяц беременности. Алкоголь – это висцеральный жир уходит сразу же. То есть, получается, тенденция состоит в том, что кофе можно пить. Да, все можно. И тортик можно есть, поверь мне. И выпить можно. Но прежде, наверное, стоит задать себе вопрос, что ты любишь в кофе или молоко, или сахар. Наверное, так еще прозвучит вопрос. Потому что я пил кофе и латте, потому что я любил молоко. Я не любил кофе, не нравилось молоко. Я себя просто ловил на мысли. А потом уже постепенно начал от этого отказываться. ну и как бы сейчас пью, когда там есть у меня свободное время и в принципе тоже получаю удовольствие. Бенджамин, смотри, буквально очень постараюсь кратко, чтобы не забирать твой микрофон на тебя. Все-таки ты рубишь. Здесь очень важно отделять, опять же, помнишь, что я говорил, из еды очень важно брать эмоции. Люди, которые бедром пьют кофе, интуитивно что запивают? Это усталость. Также люди начинают есть еду жирную либо сладкую, это усталость. Потому что жир и все сладкое, это имеет высокую калорийность. А когда у меня нет сил, я устал, интуитивно, мне нужно что? Зарядиться. Когда у нас заряжено, сладкое или жирное. Люди кофе пьют чаще всего. Следующий, ты говоришь, например, латте, или латте, как там правильно все по-разному говорят. Или, например, вот как я раньше любил сгущенку вареную. Понимаешь, вот эта вареная сгущенка просто вообще бомба. Это был мой наркотик пищевой в свое время. Это еда уже по ассоциациям. Потому что, например, я дитя Советского Союза, я 75-го года выпуска, как автомобиль Жигулей, вареная сгущенка не продавалась. То есть ей нужно было что? Купить обычную сгущенку, варить ее 4 часа минимум, то есть 6 часов, да? И по праздникам только. Я помню, я тогда как-то раз накрыл, купил сгущенку, чуть ли не полбанки съел, там уже сохранял вес. Я понимаю, что вот она, это не хватает заботы и внимания, это еда по ассоциациям. Здесь тоже большая работа с аппетитом, с эмоциями. Это прям, может быть, одним фирмом даже это сложно проговорить. Но в целом так, если я смог ответить. Да, однозначно благодарю. И я думаю, еще такой важный аспект, это где, когда мы что-либо употребляем и понять, что мы насытились, вот этот баланс, который необходимо держать, что это мы уже как бы, или подождать 15 минут после того, как мы что-то съели, да? Или же четко уже, а, где-то я слышал, что в одном из твоих выступлений в YouTube или тоже на аккаунте в Instagram, ты говорил, что пропорция 100 к 100 мужчины. То есть, ты съел то 100 грамм, 100 грамм мяса и 100 грамм воды, жидкости, допустим. И ты четко понимаешь, что это твоя дневная или какая-то полусуточная норма, и ты после него будешь себя чувствовать просто великолепно. Вот этот баланс, я считаю, нащупать очень важно. И я его сам иногда даже так прям нарушаю и очень плохо себя чувствую после этого, на самом деле. Я понял вопрос, отвечу, постараюсь тоже кратко. Во-первых, смотри, я учу людей, что когда вы едите, это как полуинфицированный процесс. Еда. Ты себя кормишь. Когда мы смотрим телевизор, там любимый сериал, или мы в телефоне в это время едим, и все наше внимание направлено в экран, а не внутрь себя, очень часто мы это пропускаем. Мы пропускаем ощущение, что я наедаюсь. Здесь даже не нужно нашу еду взвешивать. Опять же, это называется интуитивно. Сегодня мне хватило там пол тарелки, потом я, может, съел в два раза больше. Раз на раз не приходится. Следующее, что очень важно, например, многие люди страдают тем, что они очень быстро едят. Быстро. Раз-раз и побежали. Они даже не жид, пить, они ее глотают. Старый пример. Многие, мне кажется, его пробовали. Знакомо? Ты сел обедать, съел пол порции, съел, и вдруг возникло какое-то срочное дело, ты вышел за стол, не знаю, на 10 минут, там что-то там позвонили, тебе отвлекли, там ты поговорил. По работе вернулся, а есть уже не хочется. Это многие так замечали. Например, в кафе ты прибегаешь с голодных глаз, там заказываешь салат, борщ, там, шашлык. пока тебе принесли салатик, до супа, там проходит минут до 15-20. Ты съел салатик, тебе принесли суп, ты буквально две ложки супа раз, тебе приносишь еще шашлык, там картошку жареную, ты понимаешь, что уже лишнее, ты еще там пирожное заказал, а это уже не хочется. Поэтому важно есть, я учу тоже клиентов, во-первых, садиться есть, нужно красиво, сервировка стола, не только там для гостей, просто взять красивую тарелочку, ты знаешь, например, я учусь, у меня сейчас как раз я на столе за столом сижу, я иногда ем с обычного блюдца, это же тоже прикольно. Например, я даже помню, когда в Турцию приезжаешь, русские туристы, вот такие тарелки огромные стоят и вот так вот накладывают прямо в полную руку. Я подхожу, они же стоят, ждут эти большие тарелки. Я беру обычную десертную тарелку, накладываю два-три куска мяса, салат, две партошки кинул, все и пошел. Если ешь длительно, хотя бы 10-15 минут, это тоже связано с физиологией. Часть питательных веществ уже поступает в кровь, идут сигналы мозга о насыщении. Что такое сытость? Я когда объясняю клиентам, вернее пытаюсь у них услышать, вот есть шкала градации, ноль это голод, десять это переедание. Я говорю, что такое сытость? На уровне середины, на уровне пяти баллов. Многие говорят, это вот тяжесть в животе, я говорю, это уже переедание. Вы привыкли многие именно переедать. Сытость, когда в желудке спокойно, ты бы глазами еще что-нибудь подъел бы, но здесь спокойно. Поэтому иногда важно брать небольшую тарелку, убирать все эмоции, все разговоры, убирать внешние раздражители. Это внутренний процесс. Пищу жевать надо. То есть, когда мы жуем, тоже идут сигналы, то, что мы жуем. Почему жевательные резинки запрещено жевать просто так? Люди нажевают тебе язвы и гастриты. И делается же фикторный желудочный сок. Мы жуем жвачку. И ничего не попадает. Мозг придет сигнал, что ты что-то ешь, просто жуешь. Значит, уделяется желудочный сок, там все уже. Поэтому все должно быть и мер. Если я смог так очень кратко ответить, менеджмент, то вот, в принципе, вот такие простые вещи, убирать внешние раздражители, когда я ем, я глухие не ем, как раньше говорили. Хочется поговорить, как делать в Англии. Руки за стол, сидите, разговаривайте. А у нас в это время накидывают, жуют, разговаривают. Уже пустая тарелка рефлекторно. Я же даже не почувствовал. Себе еще накладывают. Вот вроде такие простые вещи. Это помогает людям банально не переедать. Да. И подскажи, пожалуйста, Виталий, есть ли возможность присоединиться уже к начавшему твоему курсу онлайн обучению? И если ты стал таким образом поступить? Смотри, у меня уже два дня он идет, марафон из десяти, да, там как бы группа уже закрыта. Если будет желание, там пускай мне в директ напишут люди. Где-то в середине февраля я как раз планирую начать новый марафон. Я таким марафоном прохожу, конечно, там программа экспресс-похудение и обучаю клиентов как можно более безопасно для здоровья быстро снижать вес. это даже для тех, например, кто сохраняет вес, даже моих опытных клиентов, кто сохраняет вес, также для тех, кто впервые вообще об этом задумался. Там я обучаю правильному именно пищевому поведению, как кормить по времени себя. Да, питание экспресс, в конце каждого марафона таких вот экспресс-похудений я всегда объясняю и даю алгоритм, как самостоятельно дальше питаться уже более правильно и более безопасно. Чем опасно вот когда люди приходят на неправильные сушки, они быстро худеют и потом быстро откатываются. Она говорит, я похудела на 5 килограмм, а то у нее там плюс 4. Я объясняю, что это задержка воды, потому что когда вы там убираете углеводы, да, а потом любые марафоны заканчиваются, это называется выражительное поведение, вы начинаете объедаться сладким и все, что вы скидываете, вы увидите на секс снова плюс. Если люди будут желать, пожалуйста, я работаю онлайн, в чате в WhatsApp это очень удобно, время участия, там люди не прязаны к определенному времени, то есть там в чате есть целые, я даю аудио-видео-уроки, также информацию в виде файлов, то есть чтобы люди воспринимали, также я трансовую технику даю, дыхательные медитации, трансы такие, медитации на расслабление, транс сокращение жутко, работа с мотивацией, снижение аппетита, дыхательные медитации, чтобы тоже снять напряжение и ускорить обменные процессы. Но самое главное, Бенджамин, когда человек один, кругом в него живут люди, не понимающие, что избыточный вес или ожирение это заболевание. А когда люди именно, даже если не у меня, вот такого специалиста, много других хороших специалистов, если они занимаются в онлайн-школах, в различных на марафонах, когда они все время 10 дней или 2 недели или месяц тусуются, это все равно форма поддержки очень важна, потому что людям средствам не хватает поддержки. Поэтому, если что, в феврале, пожалуйста, пишите, заявочку оставлю и всегда отвечают любые вопросы. Супер, я также опубликую это видео на YouTube-канале, оставлю твои реквизиты и я так еще осознал, что ты находишься в Москве. Да, я в Москве, да, я принимаю онлайн, это очень удобно, поэтому здесь же у нас бывает и Дальний Восток, и Сибирь, вот я работал с Украиной, с Германией работал одно время, поэтому здесь очень удобно работать онлайн. Но если люди захотят, кто в Москве, пожалуйста, я скоро на Тверскую буду снимать кабинет по выходным дням, сейчас веду переговоры, потому что я работал и очно, но с пандемией я ушел от аренды и работаю онлайн. Не всем любят онлайн, хотя я считаю, что онлайн-консультация, как и очная, они в принципе имеют такой же эффект, хороший. Да, самый главный поток и люди, которые тебя окружают, кто находится в этой оболочке. Абсолютно верно. Потому что, если, допустим, дома супруг или супруга придерживается там другой позиции, мне кажется, очень тяжело, если она входит кушать тортик, то в принципе ты иногда тоже хочешь себе кушать тортик, хотя ты себе отказываешь в этом. Поэтому поле общения, я думаю, это играет очень важную роль. Бенджамин, 100% поддержка близких, она важна. Это минимум 50% успеха. Это как с алкоголиком. Алкоголик лечится, а дома там жена пьет шампанское с подружкой. Может быть, тяжело удержаться. Поэтому так же то же самое говорим. Если у членов семьи есть проблемы с весом, не приносите домой все пищевые провокации. Вот еще. Ешьте свои пироженки вне дома. Если у вас жена полная, не кормите ее. Здесь очень много другой психологии. Кому нужна стройная жена-то в мини-юпите-то? Да еще, которая в себе уверена. Вот она стоит, моя, 130 килограммов. Когда моя любимая стоит у холодильника 132 килограмма и ест колбасу с сыром, заедая на прижитие. Мне же так проще психологически. Это тоже мужская психология. Поэтому вот эти программы онлайн различные, они помогают людям найти единомышленников и держать намеченного курса стройности. Да, я тоже очень хочу, чтобы у всех все получилось, все, что мы тут говорим и осознаем, и делаем, закладываем намерения для того, чтобы чувствовать себя намного лучше, здоровее, красивее, продлевать себе жизнь. И в то же время я очень хочу, чтобы наши страны помирились и уже был мирно для Лова действительно и пусть он будет не только между нашими странами, но и в целом и на нашем... Я очень хочу к вам приехать. Я понимаю, что сейчас пока будет заказан, конечно, но я надеюсь, что в нашей жизни мы еще успеем пообщаться очно. Да, пожалуйста, скажи еще пару слов напутствующих, и я благодарю всех тоже слушателей, возможно, зрителей, в том числе слова созидания, возможно, и какие-то другие. Пожалуйста. Ну, я хочу сказать то, что все в ваших руках, друзья мои. Даже никогда не опускайте руки. Выхода нет, когда над головой три метра земли. В любой ситуации можно найти выход. Просто у нас психология еще, знаете, такая постсоветская, что если у меня какие-то проблемы, сложности, то я буду сама разбираться, или я буду в себе держать. Идите на психотерапию. Вот задача врачей психотерапевтов, психологов в том числе, это как бы все мы, помочь прожить, не пережевывать, не закуривать, не запивать с проблемами, а прожить, отпустить, разобраться, в конце концов, в себе, найти пути решения. И мы как тот самый косты, когда человек ногу подвернул, мы на время, мы не будем все время быть костыленчиком, но всегда уметь обращаться за помощью, считаю, это первый шаг уже к началу изменений. Благодарю, Виталий. Я тебе желаю хорошего вечера. Спасибо взаимно. Спасибо вам. Всего доброго. И спасибо еще раз за полезную информацию. Ребята тоже всем спасибо. До свидания. Обнимаю всех. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...